Добрый день! В эфире программа тема дня в студии Роман Быков. Коронавирус сейчас нисходит с экранов всех средств массовой информации, все только о нем и говорят. Вообще такое впечатление, что у нас не выпуски новостей, а сплошная программа о здоровье. Но в этом фоне как-то забывают о других заболеваниях, которые зачастую куда более опасны, чем коронавирус, про который, как есть некоторые данные, до 80% мы все переносим на ногах, что называется, бессимптомно. А есть заболевания, которые на ногах никак не перенести, и от которых зачастую не бывает легкого лечения, а иногда совсем не получается человек спасти. Я имею в виду рак, онкология. Борются, борются с ним человечество, а до сих пор все очень и очень непросто. Вот, казалось бы, да, мы все возмущаемся, коронавирус, давайте вакцину придумаем. А вот от рака никак не могут придумать ни вакцину, и лечение тоже бывает очень и очень непростым. Так вот, что такое онкология, насколько она опасна, и что может предпринять отечественная медицина, мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии. Это Константин Викторович Лядов, заслуженный врач Российской Федерации, академик, хирург, реабилитолог и основатель проекта Клиника Лядов. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Константин Викторович, вот давайте сразу первый вопрос, и он такой несколько, может, необычный, потому что мы с коллегами тоже разговаривали перед эфиром, и люди тоже поразились. Есть такой миф, что онкология, она заразна. Кто-то сейчас телезрители, может, даже посмеется, но я помню, ведь была такая история год или два назад, когда в каком-то из наших городов, что-то там, я помню, начали притеснять людей по подъезду соседей, говоря, что вот у вас рак, и вы нас инфицируете как-то. Откуда вообще вот эта история, что рак, он может быть заразным, и насколько она правдива? Сложно понять, откуда она происходит. То, что онкология не заразна, это 100%, даже не 99%, то есть 100% не передается ни при каких контактах. Но не то, что два года назад, у нас в клинике несколько недель назад пришла пациентка, которую уволили с работы, руководитель ее приказал вынести мебель из помещения, где она была, продезинфицировать все помещение, и сделал так, что она написала заявление об уволении по собственному желанию, чтобы он боялся заразиться раком от нее. Откуда это рак, и сибирскую язву, и ковид, и черную оспу? Откуда вот это средневековое мракобесие какое-то? К сожалению, остаются такие представления. Иногда подогреваются просто неграмотными, непонимающими людьми. Я понимаю, что про спид, знаете, вот это есть, что с грязной тарелки можно заразиться, но тоже миф, давно уж про это известно. Но рак-то? Раком заразиться нельзя. И передать от одного человека к другому рак тоже нельзя. Это нужно четко понимать. И пациент, который болеет раком, он, естественно, живет в семье, он общается, он ходит на работу и борется со своим заболеванием, но никак не может быть заразным ни для кого. Вот это точно совершенно. И не нужно бояться, и не нужно верить каким-то слухам, или сплетням, или теориям о том, что вот сейчас... Ну, почва интересна, и слух, понимаете, почва. Ну, откуда? Ну, просто это феерично в 21 веке притеснять человека из-за того, что у него рак. Такому человеку помогать он всемирно? Ну, придумать можно все, что угодно, потому что, предположим, в подъезде болел один человек, и заболел второй, это было совершенно случайно, но второй начинает говорить, да, я заразился от него, потому что он болел раньше. Ну, мы пытаемся найти некие причины своих болезней, и всегда проще найти кого-то, кто послужил причиной этой болезни, а не понимать, что все-таки это процесс либо в тебе самом, либо какие-то ситуации, которые были в твоей жизни раньше, какие-то генетические механизмы, которые ломаются. Все равно ведь природа рака до конца еще не изучена. Да, сколько уже, ну, не веков, но десятилетий. Ну, и мы все дальше и дальше понимаем, что под словом рак скрывается огромное количество болезней, объединенных одним принципом. Это бесконтрольное распространение клеток и передача этих клеток в другие органы, метастазы. Но, вот скажем, чем больше мы изучаем рак, не буду говорить точную цифру, но сейчас точно совершенно мы рака молочной железы знаем больше 80 типов, каждый из которых по-своему лечится, каждый из которых причиной для каждого являлись какие-то свои проблемы, но все это является злокачественной опухолью молочной железы. Гормонально активной, негормонально активной и прочее, прочее, прочее. Но мы говорим все это рак. Поэтому, когда человек говорит рак и, предположим, его лечили или его соседа когда-то лечили соседку одним путем и удачно вылечили, то он начинает требовать, чтобы его лечили так же. А это неправильно, лечение рака индивидуально. Да, вот как подбирают врачи метод лечения, исходя из чего? Ну, в первую очередь, это подробнейшее исследование формы рака. Это не только гистология, это еще и генетическое исследование, молекулярно-генетическое, если грамотнее сказать, и моногистохимическое исследование. То есть мы должны определить и форму опухоли, механизм ее развития, распространение опухоли. То есть здесь очень большую роль играют методы лучевой диагностики. Все знают про КТ, МРТ, сейчас много говорят про позитронно-эмиссионную томографию, которая действительно является таким очень точным методом, позволяющим понять, где есть метастазы опухоли. То есть еще недавно МРТ считался самым таким точным? МРТ один из наиболее точных методов, он неизотопный. То есть здесь отличие в том, что, скажем, позитронно-эмиссионная томография, очень небольшая доза, но радиоактивные вещества вводятся, которые потом специальным сканером определяются. МРТ абсолютно безопасен, там нет лучевой нагрузки. Поэтому здесь есть свои плюсы и минусы у каждого метода. То есть МРТ безопаснее, но чуть менее точно. Но чуть менее точно, да. ПЭТ более чувствителен при выявлении опухоли и ее даже небольших участков, если она куда-то распространилась. Поэтому, когда мы говорим о выборе метода лечения, мы должны учитывать очень много параметров. Форма опухоли, распространенность опухоли, сопутствующие заболевания, возраст человека. И все это в комплексе выносится на онкологический консилиум. И консилиум принимает решение, какая из комбинации лечения у данного пациента будет принята. И пациент тоже должен понимать, что один онколог не может, не имеет права по закону принять решение о том, как лечить пациента. То есть включить именно консилиум? Только консилиум. Это всегда врач-онколог-хирург, онколог-химиотерапевт и онколог-лучевой терапевт или радиотерапевт. Только соединение этих трех специалистов, их может быть 10 в консилиуме, если это большой институт, но обязательно три специальности обсуждаются. И на основании консилиума принимается тактика лечения. Что идет сначала? Химиотерапия, сразу операция, лучевая терапия, комбинация этих методов. Поскольку неправильно выбранная тактика зачастую приводит к самым плачевным результатам. И мы часто видим ситуацию, когда пациент настаивает на неправильной тактике, пишет жалобы. Мы очень любим писать жалобы в случае чего. Тогда не надо самое главное. Скажите, а вот тоже вы сказали неправильно. А пациент вообще может понять, правильно или неправильно? Или его дело слушать докторов и делать, как они сказали? В идеале, конечно, слушать докторов, но доктор тоже может принять неправильное решение. Правильно. И что? Пациенту что делать? Правильно лечь неправильно? Сейчас такое есть понятие, оно достаточно широко распространено, как второе мнение. То есть пациент, во-первых, имеет право проконсультироваться в другом учреждении. Тоже наши пациенты часто боятся и думают, что они никуда не могут поехать, никуда не могут направить документы. Огромное количество предложений в интернете. Второе мнение. Причем есть пациентские организации, есть фонды. И чаще всего это вообще бесплатный вид помощи. Поэтому здесь многие боятся платить деньги и действительно иногда требуют за это деньги, что неправильно. На самом деле и в федеральных учреждениях, и в частных учреждениях, работающих в программе госгарантий, консультации для пациента и определение тактики, второе мнение, они бесплатны, как правило. А уж там, если вдруг учреждение хочет взять деньги за вторую консультацию, ну это на совести учреждения их руководители. Второе мнение, ну на самом деле, вот моя точка зрения, что пациент не просто может проверить, но, наверное, и было бы правильно, если бы он проверил и был уверен в правильности лечения, потому что лечение, как правило, достаточно тяжелое, оно сопровождается побочными эффектами, могут быть тяжелые операции и химиотерапия. И пациент должен быть уверен действительно в том, что ему назначили правильное лечение, ему нужно это перетерпеть, да, на такие, ну действительно не жертвы, а я бы сказал там страдания, мучения, боли. Есть же мучения жертвы, это, да. Ну жертвы, он в общем не жертвует с собой. Жертвы с своим. Не, не, здоровья у него уже нету, да, у него уже рак есть, поэтому давайте немножечко. Он все-таки жертвует своим комфортным существованием, скажем так. То есть он жил без боли, он жил без тошноты, он жил со всеми органами, но в каком-то органе есть рак. И ему назначают лечение, которое мучительно. Это, если это химиотерапия, там огромное количество побочных эффектов химиопрепаратов, но без современной химиотерапии думать об излечении рака невозможно. Я говорю именно об излечении рака, то есть мы уже не говорим о продлении жизни, мы говорим, что в целом ряде случаев мы можем вылечить, войти в стойкую ремиссию. Человек будет жить и умрет не от рака, хотя раковые болезни остаются пожизненным диагнозом. Потому вы говорите ремиссия, то бишь ослабление, отступление, не излечение полное. Но тем не менее, фактически это настолько длительная ремиссия, что, еще раз повторю, человек умрет от инфаркта или от возрастных заболеваний, а не от рака. Александр Викторович, извините, я вас вынужден прервать. У нас будет совсем недлительная сейчас рекламная пауза. Дорогие телезрители, не переключайтесь. У нас сегодня без ложной скромности светила нашей медицины. Константин Викторович Лядов, мы сегодня говорим о раке. Не переключайтесь, пожалуйста, буквально несколько минут рекламы. Итак, мы снова в эфире программа «Тема дня». Сегодня мы говорим на фоне всего этого, как сейчас модно говорить, хайпа по поводу коронавируса. Сегодня мы говорим о другом, на мой взгляд, и не только на мой, куда более серьезном заболевании, как онкология, то бишь рак. Сегодня у нас в гостях Константин Викторович Лядов, основатель проекта клиника Лядова, служный врач Российской Федерации. И, Ксения Викторович, вот мы в предыдущем блоке программы говорили все-таки о правильности лечения. Вы говорите, пациент может проконсультироваться в другом центре. А тоже ведь сейчас, сами знаете, не советские времена, когда клиник мало, и всем мы как бы раньше доверяли. А сейчас клиник-то полно. Вы говорите, в интернете, ну а где гарантия, что это не какой-нибудь там недоучка, не знаю, шарлатан и так далее, который может даже всю эту клинику основал, условно говоря. То есть кому верить? Вот как нам, пациентам, понять людям, кому верить? Ну, вы знаете, если мы говорим про законодательную базу, то в интернете всегда есть сведения об учреждении и перечень сотрудников, которые там работают. Если человек, ну там перечень образования, где человек учился, что делал, потом... Написать можно много чего. Ну, не совсем, не скажу. Если человек все-таки учился в правильном институте, если он проходил переподготовку, обучение, имеет опыт работы, в общем, его мнению можно доверять. Но еще раз вернусь к тому, о чем говорили в первой части. Это должно быть мнение консилиума. То есть мы не можем послать чудо-хирургу и надеяться, что он 100% скажет верную тактику. То есть самое главное, если человек пришел в какую-то клинику, его принял один медик, поговорили, и он вам вот это, то это точно, извините, непрофессионал. Это неправильно. Это неправильно. Не может один человек... Это неправильно. Это не стоматолог. Это категорически неверно. Решение о тактике онкологического заболевания принимает консилиум в составе специалистов трех специальностей. Когда это решение принято, предположим, сделан выбор в пользу начала лечения с химиотерапией. Вот тогда уже человек направляется к химиотерапевту, и химиотерапевт определяет схему. Схемы тоже определяются достаточно жестко. То есть химиотерапевт, имея полную информацию о заболевании, в соответствии с клиническими рекомендациями, национальными, они у нас основаны на и мировых рекомендациях, международных рекомендациях, но все равно это национальные рекомендации. Вот в связи с национальными рекомендациями он означает схему лечения. Эта схема, она неправильный термин стандартно, она подобрана к данному конкретному случаю заболевания, но не очень может специалист ходить в сторону от этой схемы. Вот здесь мы часто столкнулись. Я хочу, чтобы мне что-то ввели, потому что мы начали с этого. У пациентки опухоль молочной железы, но у вас не та форма, что у вашей соседки. И поэтому ваша соседка лечили так, и она отлично себя чувствует. А вот вы мне предлагаете другое. Здесь нужно четко понимать. Сначала консильум, потом в соответствии с решением консильума, да, если это операция принята решение, к хирургу, и тогда вы доверяете хирургу, он выполняет операцию и объясняет, какую, зачем и почему. Здесь, с моей точки зрения, пациенту не нужно стесняться, а нужно активно спрашивать у своего лечащего врача, что ему будут делать, зачем и какие будут последствия. Потому что это жизнь человека, это здоровье человека, он должен понимать, ради чего он на это идет. И это же не зря информированное согласие, добровольно информированное согласие. Мы должны неформально подойти к человеку и сказать, ну вот я хирург, я лучше знаю, или я химиотерапевт, я лучше знаю. Мы должны объяснить, что, зачем, как долго это будет длиться, как себя человек будет чувствовать после этого и как он будет жить после этого. Все лечение онкологии направлено на то, чтобы человек жил. Рак реально излечим, рак перестал быть приговором. Но просто нужно грамотно это все делать и не запускать этот процесс. А не запускать тоже, что при первой какой-то шишке образования, где-то человек что-то нащупал бежать. Как вот это? Вот вы знаете, если нащупали... Надо развод нас посещать, стоматологи. А что касаемо рака, вот действительно, как человеку понять, чтобы не запустить, что? Знаете, если нащупали шишку, бежать нужно срочно. Это точно, да. Значит, нужно понять, что же это за шишка вдруг выросла на ровном месте. Это может быть лимфоузел, это может быть подкожная опухоль, это может быть... Лучше бежать. Лучше пусть скажут, что это доброкачественный жировик и успокоят пациента. Вопрос скрининга очень сложен, потому что мы сегодня сделали гастроскопию, через год можем сделать, и еще через год сделать, потом нам это все надоест, и мы не будем делать, и получим какие-то проблемы. Есть достаточно жесткие рекомендации, возрастные. Вот перечислить телезрителям, да, вот, правда. Ну, тогда мы немножко перейдем к международным, ладно, потому что есть российские, которые говорят, что нужно делать каждый год. Ну, в мире немножко по-другому относятся. Но мы живем в России. Мы живем в России, но мы тоже понимаем, что, наверное, нет смысла... После 40 лет каждому нужно делать гастроколоноскопию. Вот. Один раз. Рекомендации сразу. Нужно сделать. Раз в год? Нет, нужно сделать. Если, если в толстой кишке или в желудке не нашли полипов, то колоноскопию можно делать с периодичностью 3-5 лет. Если полипы найдены, даже один и даже доброкачественный нужно делать каждый год. То есть полип — это сигнал о том, что в желудке или в кишечнике образуется дополнительная ткань. Сегодня она доброкачественная, завтра может стать злокачественной. Если полипов нет, 3-5 лет. Если полипы есть, каждый год. Сейчас есть такое понятие, как низкодозная компьютерная томография. Современный томограф позволяет с очень маленькой лучевой нагрузкой, просто минимальной, меньше, чем при рентгене зуба, сделать с ним их легких. Курение, возраст после 40 лет. Вот низкодозную компьютерную томографию мы рекомендуем делать, если есть возможность, ежегодно. Даже если человек не курит, даже если у него нет вредностей, рак легкого достаточно сложно лечиться. И есть, конечно, большие успехи, но если, скажем, рак молочной железы, рак щитовидной железы, раки кожи, раки толстой кишки, мы говорим с огромным оптимизмом, что даже если есть метастазы при раке толстой кишки, не страшно. Побурим и метастазы, и опухоль будете жить. Вот рак легких все-таки пока еще это та заболевание, которое, если его не рано выявить, не позволяет нам добиться тех результатов, которых мы хотим. Но, к сожалению, люди тогда живут не очень долго, если переводить на простой язык. Поэтому вот низкодозную КТ, если есть возможность, лучше делать после 40 лет каждый год. Это ответственно? Или еще какие-то рекомендации есть? Гастро, колодка, ну, женщины, гинекологии, маммографии и осмотр гинеколога, это несомненно. Раки кожи. Но 70% рака – это рака кожи. Осмотр дерматолога, особенно если человек съездил на юг или даже просто вышел на Волгу позагорать. Или любят ездить на юг. Ну, позагорать на Волге, вы знаете, на берегу Волги можно получить не меньшее количество в солнечный день. Говорят же вообще врачи, что вот нам, людям, живущим в этих широтах, попросту говоря, белым людям, вообще на солнце выставлять свое тело крайне не рекомендуется. То есть, мы свою дозу радиации получаем и так, просто гуляя по улице. То есть, а вот специально загорать, раздеваться и лежать на пляже, мягко говоря, не рекомендуется. Дозу радиации для выработки витамина Д3, наверное, да. Но здесь тоже наш организм, в принципе, компенсирует солнечную радиацию. И вот загар, который есть у людей, он обеспечивает же безопасность и защиту кожи. Загар получает опять здесь или в тропе? Нет, и в тропе, где угодно. То есть, если загар есть, он обеспечивает защиту кожи, но все равно кожа страдает. И нужно следить за родинками, нужно следить за какими-то изменениями, которые на коже есть. Сейчас есть много приборов, которые позволяют делать паспорт кожи. Когда фотографируются изменения, они сохраняются в базе данных. Если человек через год приходит, то мы можем и мы сами глазом, и компьютер может подсказать, что что-то изменилось в нехорошую сторону, нужно сделать биопсию и убрать это образование. Как раз если мы вовремя диагностируем рак кожи, то это практически гарантия того, что человек забудет об этом заболевании. Если не следить за этим, скажем, чего проще, прийти к драматологу, посмотреть свои родинки. Но мы же забываем всегда. То есть, родинки это первое. Ну, потому что бывает прыщик на коже, не бежать из-за прыщика, да? К примеру, там, я не знаю, там. Ну, вы вначале говорили, что если шишка хочет не бежать, только к врачу бежать. Если родинки есть, то лучше все-таки паспорт кожи сделать и контролировать состояние, что меняется. То есть, у родинки именно вот это? Врач-драматолог сам поймет, посмотрев на человека, всего с ног до головы его посмотрев, сфотографировав те изменения кожи, которые увидят, они сохраняются в базе данных и позволяют довольно четко выявить и начальные признаки рака кожи, и, конечно, мы боимся такого заболевания, как меланома, которая достаточно злокачественная. И тоже позволяет вот этот вот регулярный осмотр кожи выявить очажок на ранних стадиях. Ну, вот вы уже неоднократно говорили, что у вас все время задача не снизить степень страдания пациента, а именно излечить, что сейчас рак лечится и лечится успешно. Скажите, а это благодаря чему? Современные метки какие-то появились? Благодаря чему, вот я так понимаю, сейчас рак стал намного лучше лечиться, чем раньше? То есть рак – это уже не приговор совсем? Ну, все-таки сейчас последние, наверное, даже несколько, ну, два десятка лет как минимум, успехи в лечении рака – это успехи химиотерапевтов и лучевых терапевтов. Хирурги, при всем моем уважении к хирургам, я сам хирург, в общем, они как удаляли желудок, так удаляют. Да, не так травматично, лапароскопически, без разрезов там от шеи до лобка. Да, но все-таки, да, хирургия остается радикальным методом лечения рака. Но революция – это, конечно, химиотерапия и современная лучевая терапия. Химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия – это разные виды лекарственного лечения. Химиотерапия мы воздействуем на клетки раковые, но и в том числе на весь организм. Да, про нее все время как? Одно лечим, другое калечим, химиотерапия, как бы так в народе, по крайней мере, считается. Ну, в общем, здесь соглашусь с народом. Достаточно токсичный и небезразличный, мягко скажем, метод лечения рака. Что им еще небезразличное? Калечим. На кровотворную функцию влияет, на нервную систему влияет, на… Ведь химиотерапия влияет на все юные клетки. И на раковые, но и на те юные клетки, которые появляются в процессе просто обновления организма. У нас чаще всего это костный мозг, поэтому вопросы анемии, вопросы лейкопении всегда возникают. Потому что перезады костного мозга, да? Ну, разные, разные. Начать просто с переливания крови, если нужно. Или факторы, стимулирующие эритроцитов развития или лейкоцитов. Но это химиотерапия классическая, без которой нам не обойтись. Но есть еще и иммунотерапия. Это действительно революционные вещи. Ну, начнем с таргетной, она была чуть раньше, то есть, когда мы поняли… Таргетная, с английского слова «таргет» — цель, да? Цель, цель. То есть, когда мы поняли, что есть определенные участки в генотипе опухоли, на которые препарат может воздействовать и тормозить рост этих участков. Это таргетный препарат, который тоже начинался, естественно, с рака молочной железы. Сейчас есть таргетные препараты и при раке легких, и при раке кишки. Препарат, вы имеете в виду что? Мы все препараты… Лекарства. Лекарства. Таблетка, грубо говоря, или там… Укол. 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 То есть, есть химиотерапия, которая отравляет организм, убивает раковые клетки. И это метод нужный и правильный. Ну, это как если атомные бомбы бороться с врагом на своей территории? Нет, нет, нет. Убиваем, убиваем, убиваем. Ну, не совсем атомные, но все-таки раковые клетки убивают. Значит, если все-таки форма опухоли позволяет, и там есть специальные участки гена, на которые мы знаем, как воздействовать, это вот эта таргетная целевая терапия. И последнее — это иммунотерапия. То есть, мы, наконец, научились так раскрывать свой иммунитет, что мы начинаем сами бороться с раком. Иммунитет? Да. Потому что ведь проблема раковой опухоли — это когда организм не может распознать и не может побороть. Потому что раковые клетки возникают в организме всегда. Ну, юные клетки, они всегда возникают, мы их распознаем, боремся с ними, они погибают, и мы живем дальше. То есть, рак, в первую очередь, первая причина — низкий иммунитет? Это проблема то, что иммунная система перестает распознавать в каком-то из органов клетки, которые начинают бесконтрольно размножаться. То есть, они защищаются, и иммунная система их не может распознать. Вот иммунотерапия, она так влияет на иммунитет и на опухоль, что иммунитет начинает распознавать эти клетки и начинает с ними бороться. Это абсолютно новая вещь, и, в принципе, иммунотерапия теоретически может подойти любому человеку, хотя тоже не каждый. Вот мы как раз с коллегами обсуждаем всегда, когда пациентов. Да, иммунотерапия позволяет огромный скачок совершить в лечении, но иногда мы все-таки видим, что не действует. Начинаем комбинировать иммунотерапию, химиотерапию, методы химиолучевой терапии. То есть, здесь как раз роль консилиума, возвращаясь к началу, она бесценна, потому что всегда нужно, чтобы мы вместе собирались, советовались и понимали, что сделать так, чтобы опухоль уходила, не было прогрессирования процесса. Поэтому лекарственную терапию я бы так назвал, потому что мы уже сказали химию, иммуно- и таргетную. Это три вида лекарственной терапии, которые сейчас являются нашим арсеналом. Лучевая терапия принципиально другая. Если раньше пучок шел на весь организм, и, доходя до опухоли, он сжигал все перед опухолью и почти все за опухолью. Я говорю, как это мной богу, она же все подрадит. Сейчас у нас есть прецизионные точные методы, когда все-таки таким образом планируется пучок, что все облучение идет на опухоль. Говоря опять к военным языкам, высокоточное оружие против врага. Да, прецизионное высокоточное оружие, лучевая терапия, протонная терапия появилась, тоже, которая идет непосредственно. То есть, вот эти вещи, которые позволяют помочь хирургу или заменить хирурга там, где хирург уже бессилен. Потому что успехи хирургии — это снижение травматичности. Да, то есть мы сейчас можем добраться до таких органов или до тех частей органов, до которых раньше было очень трудно добраться, и не очень болезненно и травматично для организма его удалить. Но если мы говорим о метастатических поражениях, то, конечно, это только комбинированная терапия. И сейчас мы как раз ориентируем пациентов. Очень важно, чтобы пациенты знали, не всегда пациент даже дойдет до онколога. Он может прийти в свою районную поликлинику, и это не зависит от того, вот Тверь, это Москва, Санкт-Петербург, мы видим пациентов из любого города. Приходит в районную поликлинику, ему делают исследование и видят, предположим, метастазы в легких. Он говорит, не, не, все, даже конкург, не иди, все, домой на обезболивающий. И он уходит домой. Вы имеете в виду, что в каком плане, что все до свидания? Да, что все до свидания, да, у тебя метастазы есть. Я в тромной календаре считаю, сколько дней осталось? Да, 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 примерно так. И доктор даже, и пациент тоже считает, что все, если у него метастазы, все, ему уже больше жизнь закончена. Ну да, и все, метастазы, да, и все. А это все абсолютно неправда. Вот наша задача рассказать, что это абсолютно неправда. Метастатическое поражение лечится, оно корректировается, оно излечимо. И химия, и прецизионный лучевая, о чем мы говорили. И на фоне стабилизации процесса эндоскопические и лапароскопические методы удаления метастазов. Потому что, когда процесс стабилизировался, мы видим, что осталось 2-3 очага, скажем, в печени. Мы можем их удалить, чтобы они потом не разрастались. И опять же стабилизировать процесс на долгие годы. Реально на долгие годы. У меня была пациентка, ну, давно ее не видел, наверное, все-таки в связи с почтенным возрастом. Она уже не с нами. Последний раз я ее привил в 82 года, у нее был четвертый рак. И молочная железа, и желудок, и кишка, и щитовидная железа. За 16 лет 4 рака, да. То есть у нее был рак, потом у нее были очень заботливые дети, они заставляли маму обследоваться, находили в другом. Потому что раковая болезнь – это особенность организма не распознать клетки. То есть такой у нее был организм? Да. Не то, что она где-то в Чернобыле жила и так далее. Такой был организм. И, в общем, ну, такой исторический анекдот, но это правда. Мы всегда любим немножко троллить английских ученых, но тем не менее в Великобритании описан пациент, которого 16 раз оперировали по поводу разных раков. Он умер в 102 года, упав с лошади, сломав ногу. Поэтому, когда мы говорим о том, что рак – это приговор, это совсем не приговор. И нужно бороться, и нужно заниматься собой. Нужно идти к врачу. Нужно искать врача, если вдруг тебе отказывают от лечения. Да, то есть, как мы сказали, в районной больнице сказали, не нужно... Вот здесь ни в коем случае нельзя опускать руки. Ну, все, значит, все, уже ушли. Ехать в областную. Ехать в областную. Не получилось в областную, значит, можно доехать и до Москвы, можно доехать до Петербурга, можно доехать до Новосибирска. То есть есть достаточно много центров. Я еще раз говорю, что сейчас и федеральные центры давно известны, и большое количество частных центров, в которых в том числе мы работаем. Но, опять же, есть их много, где собраны грамотные специалисты, которые могут, по крайней мере, подсказать и работают в программе государственной гарантии. Вот мы можем много там... А что такое госгарантии, разъясните ли зрителям, не все это... Это ОМС. Попросту говоря, по... Это по полису ОМС. Бесплатно, что называют. По полису, да, когда платят государство, да, бесплатно. И здесь как раз мы зачастую любим иногда и по делу критиковать наше правительство, руководство, но в последнее время не просто огромное внимание, а и деньги пришли в онкологию, именно в госгарантии. Оплачиваются дорогие препараты, оплачивается лучевая терапия, оплачивается современная хирургия, причем это уже не первый год. И когда человек еще помнит, что ему когда-то говорили, что кто-то там вот не смог получить, это было когда-то. Давайте сейчас добиваться того, на что вы сейчас имеете право. То есть сейчас вы имеете право получить весь объем онкологической помощи абсолютно бесплатно в любой клинике, работающей в программе госгарантии. То есть при этом, да, самое главное, как вы хорошо сказали, если человек, все им посоветовали, он едет в федеральный какой-то центр, это не значит, что нужно продавать свою квартиру, потому что это не стоит бешено дорого. Да, 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 абсолютно, абсолютно, если, ну, это отставим правоохранительным органом, там, вымогательство денег, но государство реально выделяет на это деньги. Это лечение будет качественное от рака, а не просто какой-то палеотив, там, поддерживающая терапия, там, дай бог, чтобы вроде бы протянулся. Да, оно будет качественное, и препараты есть, и они закупаются и в регионах. Другое дело, что там, может быть, мы тоже иногда сталкиваемся с этой ситуацией, что человек проходит лечение, ну, есть такая система конкурсов, не успели чего-то докупить. У нас достаточно хорошее отношение с коллегами из регионов, на один-два цикла, пока там доиграется конкурс, они переезжают, предположим, к нам в Москву, мы проводим препараты, потому что нельзя прерывать лечение химиотерапии. Потом возвращаются к себе, когда препараты получили, потому что для пациента это не должно быть прерывания, и ему без разницы, где ему продолжат его курс, но курс нужно продолжить. И, опять же, пациент не должен покорно сидеть, когда ему говорят, вы знаете, а сейчас препарата нету, будет через месяц. Нету, значит, найдите, где он есть, направьте меня туда, где он есть. Либо я сам поеду, и меня там примут и сделают, а потом я к вам вернусь. Потому что вот это вот ужасная ситуация, когда там врач на местах, причем, еще раз говорю, он считает себя таким маленьким царьком. Вот вы от меня уехали, я больше вас не приму. Куда же вы денетесь? Не просто примите, а будете лечить и делать все, что нужно. Потому что, кто вы такой, чтобы распоряжаться моей жизнью. И вот здесь пациент должен понимать, что у него есть очень много прав для того, чтобы добиваться правильного лечения. И не ждать, потому что препарат будет через месяц. А мне нужен завтра. А вот вы говорите, федеральный центр, а откуда все это поветрие у наших, как сейчас говорят, celebrity, то бишь, звезды шоу-бизнеса, и вообще просто, скажем так, не бедные люди, что лечиться от рака в Израиле, в Германии? То есть, как-то у нас так давно считается, что от рака это вот Израиль и ФРГ. Знаете, лет 10 назад, наверное, можно было согласиться с тем, что все-таки у нас не были доступны те препараты в широкой массе, именно в программе госгарантии, которые были доступны там. То есть, их просто не было, они не закупались. Ну, вот, там, 3-5-7 лет, но ситуация радикально поменялась. То есть, сейчас нету разницы в схеме в Израиле или в Германии. А профессионализм медиков? Ну, если считать, что много медиков в Германии, в Израиле русскоговорящие, то есть, наши же соратники и соотечественники, ну, наверное, в общем, мы говорим все на одном языке. В Израиле живут евреи 15-ти национальности, как говорится, в советское время. Да. Скажите, если возвращаться к терапии, вот химиотерапия, а это все-таки самораспространенный метод? Чаще всего к нему приходится прибегать. Наверное, да, учетом того, что химиотерапия, она часто проводится до операции, 3-4 месяца, надо полгода, потом операция, короткий этап, а потом еще полгода химиотерапия. Где-то в промежутке может затесаться лучевая терапия. Или лучевая терапия может быть и неким важным компонентом. То есть затесаться не в плане уничижительной лучевой терапии. Но по количеству истории болезни и по количеству приходов пациента к врачу-онкологу, конечно, к химиотерапевту современный пациент приходит в разы чаще, чем к любому другому специалисту. Как себя вести человеку, когда вот ему сказали, что в отношении вас будет проводиться химиотерапия? Во-первых, все узнать, какая химиотерапия, что будет проводиться, какие побочные эффекты могут быть, как с этими эффектами бороться. То есть много-много вещей нужно объяснять человеку. Самых простых, но их нужно объяснить. Как правило, лекарственная терапия может приводить к изменению вкуса, раздражать запахи. Мы советуем есть пищу прохладную и не дающую запахов, чтобы не было провокаций. И бутерброды? Нет, прохладно. Ну почему? Можно разогреть же там кусок жареного мяса, будет аромат, и вас начнет, ну не вас, человек начнет что-то тошнить. Даже так может быть? Но то же самое мясо, если оно холодное, он может его съесть, и у него какой-то тошноты не будет. Но ему же белок нужно принимать. Конечно. Поэтому вот много жизненных рекомендаций, что нужно делать. То есть многие пациентки, я не буду химиотерапию, потому что я боюсь, что у меня выпадут волосы. Часто выпадают волосы, но они всегда отрастают потом, нужно сказать об этом. Самое главное, это не в один конец, что называется, в плане волосы. Поэтому нужно посоветовать пользоваться мягкой щеткой, мягким шампунем. Потому что если человек густые волосы продолжает пользоваться жесткой щеткой, он вызывает еще раны кожи, и еще больше волосы выпадает. Поэтому масса вещей, которые врач знает, он с ними сталкивается постоянно, он должен это объяснить. Что делать, как делать, как себя чувствовать, как жить. На самом деле, все это можно и нужно перенести, потому что результат он того заслуживает. Результат — это наша жизнь. А витамины можно применять в ремисной терапии? Можно. Здесь, понимаете, очень сложно, когда выступаешь, что-нибудь скажешь, потом тебе говорят, да, вот мы все это будем делать. Да, есть научные работы, которые говорят, что омега-3 ненасыщенные кислоты улучшают воздействие химиопрепаратов. Но это же наука. То есть я не могу сказать, что пейте как конкретный препарат, и у вас химиотерапия пойдет. Это индивидуально, это нужно смотреть на пациента, нужно смотреть, какая химиотерапия у него. Поэтому, в принципе, витамины пить можно и нужно, но индивидуально. Одно время было очень модно, ну не модно, рекомендовано принимать витамины группы В. Стали бесконтрольно во всем мире их применять, и выяснили, что далеко не всегда это нужно сейчас ограничивать. Поэтому все-таки вы спросите, пациент должен спросить у врача, что ему в его конкретном случае, какие витамины будут полезны, какие витамины не нужно пить. Думаю, что все-таки врач скажет гораздо грамотнее и правильнее, чем сам пациент в интернете найдет какую-нибудь рекомендацию. А если говорить об осложнениях, все-таки какие основные осложнения после химиотерапии, собственно говоря, даже хирургического лечения, если? Все-таки людей это тоже интересует. Знаете, есть такое понятие в химиотерапии, в лекарственной терапии есть понятие токсичности. И в иммунотерапии есть понятие, немножко другая токсичность, тем не менее есть. К сожалению, препараты не безразличны, мы про это несколько раз говорили. И наша задача объяснить человеку, что да, могут быть проблемы. Может быть угнетение кровяных ростков, аномия, слабость, головокружение. Значит, нужны специальные препараты, стимулирующие развитие ретроцитов. Может быть, наоборот, белые кровяные тельца, лейкоциты. Значит, специальные препараты, которые стимулируют развитие лейкоцитов. Если не следить за этим, может быть инфекция. И ныне очковые поражения. То есть, может быть масса вещей, за которыми нужно следить. Есть счастливчики, но это прям единицы, у которых почти беспроблемно проходит лечение. Это исключение. Это не правило. Правило — это то, что это тяжелое лечение, которое сопровождается некими побочными эффектами. Но все эти побочные эффекты можно преодолеть не с помощью терпения. А есть методы, которые помогают преодолеть. Вот есть такое достаточно распространенное явление при химиотерапии, как нейропатия. Люди начинают терять чувствительность. В пальцах. В пальцах. Да. Рук, ног. Он не может взять кружку, сигарету. И человек, особенно у нас мужчины. Мужчины гораздо более эмоциональные, чем женщины. Женщины более терпеливые все-таки. А мужчины говорят, что да, я вот уже сигарету держать не могу. Да не буду я этого лечения. Какая сигарета ему при раке? Не, ой, курят. Я вас умоляю. Удивительно. У него рак, а он сигарета. А держать не может. Вот до этого нормально было. Вот бросаю, бросаю лечение. Бывает ощущение, что да, все хорошо, но человек не чувствует пальцев ног, и он не может встать, потому что он не понимает, что он встает. Тоже проблема. На нее нужно обращать внимание, ее можно вылечить. То есть это не токсическое воздействие. То есть нужно объяснять пациенту, что это не проблема, то, что у него нервы умерли. Ничего подобного. А что происходит с химиотерапией? А за счет химиотерапии зажимают. Вы правильно сказали. То есть такой довольно плотный отек переневральных пространств. И на это можно воздействовать. Освобождать их и восстанавливать чувствительность. И человек может начать держать чашку. Не сигарету. Сигарету держать чашку. Ну, Таня, вот ничего смешного. У него раль. Тут надо... А он сигарете думает. Ой, думает, думает. К сожалению, заставить человека бросить курить сложно. В хирургии, конечно, это проблемы с питанием очень часто. Потому что и это действительно проблемы, которые должен решать гастроэнтеролог и мы. Желудочный хищный тракт, операция на желудке, операция на пищеводе. Все хорошо. А человека мучают запоры такие, что не может в туалет сходить. Его уже не волнует то, что его вылечили от рака. Потому что у него совершенно другие проблемы. Они объективны. Потому что пища не обрабатывается соляной кислотой. Она поступает непосредственно в кишечник. И кишечник не готов ее воспринять. Значит, мы должны давать такие рекомендации, такие добавки пищевые. Неважно, они есть, существуют. Мы знаем. Которые позволят пище уже быть более обработанной. Потому что если этого не сделать, то человек не будет благодарен хирургу за то, что он его вылечил от рака. Он будет считать, что он его сгубил. А так бы вообще не жил. А так он живет, а в туалет сходить не может. А у нас, когда мы живем, наши проблемы текущие важнее, чем те, которые были. Конечно. Вчера думал, как жить, а тут что-то съесть такое. Скажите, вот некоторым пациентам для лечения онкологии предлагается принять участие в клиническом исследовании. Нужно ли это? Очень интересный вопрос. Клинические исследования – это то, без чего, конечно, в медицине очень сложно развиваться. Как правило, клинические исследования – это новые препараты, которые прошли исследование сначала в пробирке, потом на экспериментальных животных, показали свою эффективность, показали эффективность выше, чем существующая схема. И дается разрешение, почему оно очень сложно дается, и американской системой FDA, и нашей системой, на применение у людей. Как правило, клинические исследования – это две группы, когда есть стандартное лечение с некой эффективностью и лечение новое, где эффективность может быть, а может не быть. И просто тоже пациент должен для себя принимать решение, это решение самого пациента. Он может отказаться и будет проходить стандартное решение, но вдруг ему поможет новый препарат. Гораздо больше, чем стандартная схема. И часто так оно и бывает. Причем здесь нужно человеку понимать, что в случае, если он попадает в группу, скажем, не сном, как правило, это слепое исследование, то стандартное это лечение он 100% получит. То есть здесь не нужно бояться того, что он подопытный кролик, и ему вдруг не будет никакого лечения. У него всегда будет лечение, но оно будет или стандартное, или с каким-то новым препаратом, который может быть более эффективным. А может не быть. Вот здесь врач тоже честно объясняет, что есть стандарт, который у вас всегда есть, и плюс есть что-то новое. Вопрос сложный, очень важный, потому что клинические исследования — это самые новые, самые перспективные препараты, которые поступают как раз в ведущие научные учреждения, которые действительно... Это всегда некий шажок вперед. То есть еще никто их не получил, а вы уже можете получить, если вы приняли участие в клиническом исследовании. Чаще всего люди принимают такое решение, я думаю, что правильное это решение. Просто нужно понимать, что это такое. А опять-таки, а где их проходить тоже сразу? У людей вот вопрос. Как правило, клинические исследования — это либо крупные диспансеры, но это не меньше областного, как правило. Ну хотя бы областного. То есть опять-таки сразу, у кого-то мысли о Москву, Петербург? Нет, нет, нет. Ну, это никогда не районная больница. Это крупные диспансеры или крупные центры, которые занимаются лечением онкологии. Это может быть, предположим, областная больница, в которой крупное онкологическое отделение. Но все равно это крупные центры, специализирующиеся на лечении определенных видов обходов. Ну и федеральные центры. Федеральные центры — это не только Москва. Почему все время говорят про Москву? В Нижнем Новгороде федеральные центры, в Новосибирске, Нижний Новгород федеральные центры, Челябинск федеральные центры, Красноярск федеральные центры. То есть у нас достаточно большое количество федеральных центров, где можно получить помощь и консультацию. Поэтому Владивосток, ДВФУ, федеральный центр, в Хабаровске — не федеральный, но крупный диспансер, мощный очень. Поэтому здесь возможность получить лечение у человека есть. Очень важно, чтобы он понимал, что он имеет полное право пользоваться этими возможностями. Что вот эти все ограждения, типа там, а я вам не дам направления, ну это абсолютно незаконно. Вы уже говорили про эти важные моменты. Это абсолютно незаконно. Во-первых, врач не может не дать направление. Значит, если вам не дают направление в Варшвач, идите к главному врачу, идите, пишите в Розграфнадзор, вам обязаны дать направление в то учреждение, которое вы выбрали. Пациент имеет право выбрать учреждение для лечения. Если все-таки вам не удалось добиться направления, езжайте спокойно. Любое учреждение, которое занимается онкологией в программе госгарантий, имеет объемную амбулаторную помощь и чаще всего бесплатно принимает на консультацию. Дальше принимает решение, будет у вас помощь или не будет. Вопрос обследования очень важен, потому что зачастую обследуйтесь по месту жительства, там бесплатно. Вот здесь очень помогают форумы пациентских организаций, если честно. И здесь тоже не нужно стесняться, найти эти форумы, спросить совета, где делают, как делают, где сделали люди. Потому что здесь же бывает так, у нас же хозяйство все-таки плановое, даются некие объемы на компьютерную томографию. Вот они здесь закончились, и вам говорят, что не, мы уже не можем бесплатно, можем только платно. Не нужно сидеть и написать, а где можно бесплатно? Вам подскажут, и вы точно так же с направлением придете сделать бесплатную томографию, или МРТ, или ПЭТ. ПЭТ-центры делают бесплатно, там, помню, 13 или даже 20 по всей стране, где делаются бесплатно. Да, направление. Встречаемся зачастую с ситуацией, потому что активно работаем специалистами ПЭТ-центров, не дают. Приходят на консультацию ПЭТ-центра, получают направление там и делают. То есть, вот здесь не нужно бояться вот этого, что нет направления, и все. Опять же, жизнь кончилась, и остался здесь сидеть у себя, там, у разбитого корыта. Ничего подобного. Нет направления, езжайте без направления, требуйте, чтобы вам оказали медицинскую помощь, и вам ее окажут. Это правда. А вот если возвращаясь к химиотерапии, что еще меняется в образе жизни человека? К примеру, вот интересует людей, можно ли элементарно даже помыться, к примеру? Помыться можно точно. Опять же, если есть гиперчувствительность, то это все-таки не очень горячая, не очень холодная вода. То есть, мы всегда вот у этих пациентов говорим, что найдите золотую середину. Что еда касаемо не надо... Что еды касаемо не нужно, там очень горячая, и острая, да. Что с водой? Да, помыться теплой водой можно всегда. Стараться не использовать жестких мочалок, потому что могут быть проблемы с кожей. То есть, у нас нужно более чувствительность. Да, чувствительность, просто могут быть ранки, появиться порезок, уже может быть. да, от этого. Я бы даже... Здесь больше вопрос, наверное, мы всегда, с одной стороны, рекомендуем человеку физическую активность. Вот, Или лежать, как Ленин в мавзолее? Что называется, сохранение? Как Ленин в мавзолее точно лежать не нужно. Можно лежать чуть поактивнее, но здесь тоже нужно... Ну, что-то страшно, тас, микрофон. Здесь тоже нужно понять и советоваться с врачом. То есть, да, мы говорим пациенту, вы не должны лежать, вы должны быть активны, вы должны гулять по улице, но после второго, третьего... Мячик в баскетболе кольцо можно покидать, или это просто... Если бы до этого вы кидали мячик, покидайте. Вот, вы не должны выходить из... Пациент не вы, все время говорю, вы пациент не должен выходить из нормального своего ритма жизни. Но, может сложиться ситуация, что он, начиная чувствовать слабость, нужно сдать анализ. Если у него есть анемия, то все-таки нужно побороться с анемией, а потом идти к физической активности. Потому что, если на фоне снижения ретроцитов вы будете глядть мячик, или активно пытаться трусцой, вы его не кинете, просто упадете в том парке или на той площадке. Поэтому здесь нужно за своим состоянием все-таки следить и не следовать тупо. Что мне сказали, физическая активность, вот я уже вот падаю, но вот иду. Но доказано совершенно точно, что физическая активность позволяет легче перенести любой вид лечения. От химиотерапии до лучевой и до хирургического. Не зря же мы сейчас пациента поднимаем в день операции. В день операции, как только он приходит в себя, его нужно поднять и вокруг кровати, чтобы он проходил. Потому что человек начинает себя по-другому чувствовать. Но человек, в общем, не должен лежать. Он такое прямоходящее существо. В данном случае пациент это не синоним больной, который он прикован. Нет, нет. Все, мне так плохо. Нет, нет. Это этап жизни, который нужно перейти и двигаться дальше. Вот мы сейчас так пациентов учим, что да, у вас есть проблема. Мы сейчас вместе с этой проблемой будем бороться и побурим ее, и вы будете жить дальше. В данном случае биверы и эстмоверы. Двигаться значит жить. В общем, да. Конечно. Получается. Конечно. Ну что ж, мы сейчас уходим на еще небольшую одну рекламу, после которой вернемся. Мы сегодня говорим об онкологии, так что не переключайтесь. У нас остается финишный отрез программы, когда мы подведем ее итоги. Рекламу. Так, снова программа «Тема дня». Мы сегодня говорим об онкологии, о том, как она лечится, чего, где у нас в гостях заслуженный врач Российской Федерации Константин Викторович Лядов. Константин Викторович, если вот подводить уже итоги программы таким образом, верно я понимаю, что рак – это не приговор, и во-вторых, что рак – это не означает, что нужно продать почку, квартиру, машину и так далее, и что это непременно дорогостоящий лечение еще и где-нибудь в Израиле. Рак – это не приговор, это совершенно точно. Даже распространенный метастатический рак – это не приговор. Да, это не приговор, это лечится, и лечится успешно сейчас. Программа, мы говорили, государственная гарантия или ОМС, или бесплатное лечение сейчас очень хорошо финансируется, и лечение очень дорогое. Вы знаете, иногда курс лечения, за который платит государство, достигает нескольких миллионов рублей. Здесь, может быть, и машину не хватит продать, чтобы его оплатить. И, к счастью, государство это оплачивает. Вот. Государство это оплачивает. Просто, чтобы было понимание у пациента, сколько денег тратится на лечение, курс, один курс введения иммунопрепаратов может достигать и ОМС за это платит. 600 тысяч рублей. То есть, вот этот препарат он так дорого стоит? Да. А их 6. Значит, 3 миллиона 600 государство платит за этот курс и платит. Эти препараты есть в регионах и в Москве. Это не удел обитателей там, в элитных кварталах где-нибудь в Подмосковье. То есть, все, то есть, они закупаются. Другое дело, мы уже говорили об этом, что бывают ситуации, когда есть некий временный перебой. Вот тогда нужно не опускать руки, пытаться понять, где вы в это время получите, но вы можете получить в другом городе, в другом центре. не обязательно сидеть и ждать, тем более, когда времени нет. Нельзя. Сидеть и ждать нельзя. То есть, нужно понимать, где получить. Получить можно не только в своем городе эту помощь, получить можно в других учреждениях и дальше вернуться на лечение опять к себе. Поэтому лучевая терапия и современные методы, мы меньше о них говорили, больше о химиотерапии, но современные центры лучевой терапии тоже позволяют в ряде случаев полностью избавиться от заболеваний. Опухоль прямой кишки, мы мало об этом говорили. Химия лучевая терапия при опухоле прямой кишки иногда приводит к тому, что операция вообще не нужна. Мы видим полный так называемый патоморфоз опухоли, то есть, когда опухоль исчезает. И мы наблюдаем за больным и видим, что ничего не происходит. И мы его не оперируем. И исчезает. И исчезает. И на полу, да? Да, да, исчезает. Программа очень твоя. То есть, смотри, жди и смотри. Потому что, зачем делать операцию человеку, если у него опухоль исчезла? Поэтому здесь современные методы, они действительно произвели революцию в лечении рака. И рак стал излечимым. Другое дело, что, к сожалению, лучевая терапия тоже имеет побочные эффекты. Мы будем об этом говорить. Потому что и с ними тоже нужно понимать, как бороться. Но потом мы получаем излечение. Ну что ж, это была программа «Тема дня». В гостях у нас был Константин Викторович Лядов, заслуженный врач Российской Федерации. Мы говорили об онкологии. Это наш не последний разговор. Завтра смотрите еще один эфир нашей программы «Тема дня». Константин Викторович снова у нас будет в гостях. Мы продолжим этот разговор в этом важном заболевании, которое, как выясняется, во-первых, далеко не приговор, во-вторых, далеко никаких дорогостоящих для пациента методов лечения не идет. За это платит государство. Самое главное, просто, дорогие телезрители, ходить к врачам время от времени обследоваться, особенно, если вам уже за 40, если у вас есть показания. Так что берегите себя, не избегайте медиков, и медики вам помогут. С вами был Роман Быков, «Тема дня». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова